В этот день, 28 ноября 1812 года, на реке Березине началось последнее сражение наполеоновской армии в России. 28 ноября 1940 года в секретной инструкции НКВД к антисоветским элементам причислены эсперантисты и филателисты. 28 ноября 1943 года в Тагеране открылась конференция Большой Тройки США, Советский Союз и Великобритания. В этот день, 28 ноября родились Александр Блок, русский поэт, Антон Рубинштейн, композитор, пианист, основатель первой в России консерватории. Александр Опекушин, русский скульптор, автор известного памятника Пушкину в Москве. Рожденному в семье потомственного лепщика Александру Опекушину на роду было написано не только пойти по стопам своих предков, но и превзойти их в мастерстве. Чего могло и не случиться, если бы внимательный отец не заметил в своем подрастающем сыне дарования. А хозяйка, у которой в подчинении находились крепостные Опекушины, не согласилась на приезд способного юноши в Петербург. Саша превзошел все ожидания. Школу рисования закончил на год раньше, а скульптурную мастерскую вместо положенных пяти лет прошел за три года. Под руководством датского скульптора Давида Йенсена Опекушин получил профессиональную школу скульптурного мастерства, а вскоре и вольную от своей помещицы, и серебряную медаль Академии художеств за барельеф ангела, возвещающий пастухам Рождество Христово. Почти сразу после окончания учебы Опекушин начал работу над своим первым заказом, памятником, посвященным Тысячелетию Руси. Так еще вчерашний студент увековечил свое имя в работе над одним из грандиозных шедевров Великого Новгорода. Вылепил же начинающий мастер всего одну фигуру, зато какую – государя Петра Великого. Но большинство россиян фамилию Опекушина знают по работе с другой скульптурой – поэту Александру Пушкину, установленной в Москве на Пушкинской площади. Тогда еще 30-летний дворец увидел в газете объявление о конкурсе и сразу заявил о своем участии. Опекушин тщательно готовился, читал пушкинские книги, изучал портреты знаменитого поэта. Тем более, что борьба за победу в конкурсе развернулась поистине нешуточная. В течение ряда лет ночи не спались как следует. Было три лихорадочных конкурса, в двух из них участвовали все скульпторы того времени. Ах, какая жара была! Ах, какая суматоха! Сколько зависти было друг к другу! Каждый хотел быть поятелем, по выражению Белинского, вековечного памятника. Так впоследствии вспоминал автор о самом трудном и счастливом периоде своей жизни. Опекушин буквально вырвал первое место из рук конкурента – скульптора Пармена Забелла, представив на суд жюри шесть вариантов памятника против четырех. Более строгая, лаконичная опекушинская скульптурная форма победила и завоевала благодарность многих. Хотя, конечно, не обошлось и без дурных отзывов. Так Третьяков, знаменитый меценат, не смог сдержать своего недовольства. Это не фигура поэта, но приличный статский человек, вот и все. Академия художеств тоже не разделила радость Опекушина. Памятник Пушкину ставился не по императорскому заказу, а на деньги частных пожертвований. Посему скульпторов отказали в выделении помещения под собственную мастерскую. «Заткнул за пояс какой-то крестьянин-опекушин», – так писали критики. Сам крестьянин был огорчен лишь одним – тем, что памятник Пушкину поставили спиной к солнцу. А его крепостное происхождение не помешало самой императорской семье покровительствовать творчеству Опекушина. Талантливый мастер создал немало по заказу особ царской крови, ведьмож и знаменитых промышленников. Увы, почти все эти памятники после революции были снесены советской властью, а семья Опекушина оказалась в полной нищете. «Он заживо погребен. Квартира, в которой он живет, с дочками холодная, одежда у них почти истлела, валится с плеч, питание, как бы не умереть с голоду. Отсутствие всех признаков, что здесь живет европейский известный скульптор. Кто чем может, помогите ему», – так писала одна из ярославских газет. Откликнулась советская власть, выявив скульптору академический паек. Но произошло это незадолго до смерти творца, который он встретил, так и свое рождение, в крестьянской избе, что только подтвердили слова самого Опекушина. «Какое счастье выпало мне родиться в крестьянской избе и умереть в ней тоже». Квеннадзе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин